Привет всем! Сегодня с утра Лисюшка попросила макарошки, я ей варю, погармлю ее, потом надо мне съездить купить в аптеку Юлю что-нибудь отхаркивающее, потому что ее вот этот кашлян уже ну просто надоедает. Вот съезжу в аптеку, а затем я буду жарить рыбку сегодня, это будет лосось, я вчера его замариновал, все вам покажу, все расскажу. Смотрите, хочу замариновать рыбу, рыбу хочу замариновать для мангала, я думаю, что многие так именно и маринуют. Просто соевый соус и просто рыба, у меня это лосось. Заливаем соевым соусом нашу рыбку и оставляем все это минут на 30-40 и все, и можно уже доставать и нашу рыбку готовить. Закрываем и убираем в холодильник. Ку-ку! 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 Кто там? Кто там? Маленький мышонок, привет, маленький котенок. Как дела? Отлично. Что ты там делаешь? Смотрим мультики. Спрятались, да, от нас? Да. А Синди-попа где? Синди-попа убежала. Убежала от тебя? Да. Убежала одеяло, ускакала простыня. Знаешь почему? Почему? Потому что ты еще не умывалась сегодня и зубки не чистила. Покушаешь и пойдешь умываться. Окей. Давай, любименькая, ты вся лохматая, кушенька и пойдем умываться. Слышишь меня? Давай, приятного аппетита. Вкусные макарошки? Любишь, да? Ну что, как ты себя чувствуешь? Нормально, вот всякие постилки рассасываю. Я, Алис, покушать приготовил. Сейчас умоюсь и пойду схожу, наверное, куплю тебе лекарство отхаркивающее. Давай. А то от таблеток у меня давление то ли падает, то ли повышается. Но у меня начинает так кисто. Надо в любом случае сходить ко врачу. Да не хочу, зачем я себя прикрашиваю. Ну не сейчас, но хотя бы после того, как все закончится. Да, после того, как закончится, у меня все закончится. Ты видишь, какая погода на улице, перепады температуры. У меня все нормально. Я вижу, вон опять балкон открыла, все на расшарашку. Так ты проветривай сама, то уходи из комнаты. Я не вижу смысла идти к врачу. У нас на улице сегодня так пасмурно. Я, наверное, на машине поеду. Чуть я не хочу ехать. Точнее, идти пешком. Я хочу съездить на машине. Смотрите, что делает эта Синди Попа. Она вот эту тряпку, как собака, просто берет и таскает по всей квартире. И играет с ней по всему дому. Ой, прохладно, пасмурно. Вообще, похоже, дождь будет. На улице дождик моросит. Но ничего страшного. Если он сейчас чуть-чуть поутихнет, я все равно рыбку приготовлю. Куда деваться-то. Догнал всех людей по домам. Никого нету. Тишина. Немецкая деревня, как будто вымерла. Ух ты, а у нас тут Вилдберрис открывают. Вообще здорово. А петрушку закрыли. Переехала она у нас. Я сейчас в корзинку зайду, куплю печеньки. Все равно красиво у нас в немецкой деревне. Хоть и народу никого, но все равно очень красиво. Вот сюда вот петрушка переехала. Сейчас в нее тоже зайду. И зайду в аптеку или лекарство куплю. Вот она аптека. Ну все, все покупки сделал. Еду домой. Дождик не успокаивается. Дождик только усиливается. Не знаю, похоже, рыбку придется мне готовить в духовке. Так, Юля купил флюдотек. Вот, кстати, ты говоришь, что-нибудь еще по трахеито. Посмотри, потому что писали по поводу трахеито. Флюдотек даже снимает трахеид. Поэтому это вот такое вот универсальное средство. Я правда детский пила. Так, это детский. Это на всякий случай мы купили. Вот Юле мы купили взрослый. И купил вот гексо-спрей. Ну это вот когда ты там закашлялась, может брызнуть. Я не знаю, правда. Вот. И, ребята, у нас в аптеке появился парацетамол. Да, парацетамол. Я сразу купил две лафеточки. Не стал наглеть, там много брать не стал. Но вы знаете, у него цена 4,70. Всего? Да. Я не знаю, здесь реально парацетамол или там просто тупо мел какой-нибудь. Мне кажется, парацетамол. Вот. Ну, в общем, я тоже думаю, что парацетамол в связи с такой ситуацией, скорее всего, цену просто государство, наверное, как-то контролирует. Я купил на всякий случай. Он просто при боли и при жаре. Ну, всякое может быть. Потому что, если вы вдруг заболели, то все врачи говорят о том, что если вы вдруг заболели, ни в коем случае никаких нельзя пить и бупрофенов и всего остального. Только парацетамол в чистом виде. Поэтому я его и купил. Так, купил фреш гранат, морковь, сельдерей и овощное. Овощное у нас свекла, томат, морковь и что там еще? А, и болгарский перчик. Вот этот вот самый вкусный. И вот этот очень вкусный. А сельдерей перестал. Я раньше пил так часто сельдерей, что он мне, видимо, поднадоел. Я уже вообще к нему. Ну, никак. А вот этот и этот я вот прям обожаю. Я открою вам небольшой секрет. Когда готовите борщ, вы можете добавить вот такой вот фреш, вот такую смесь. И он у вас будет... Че ты пшикаешь-то? А? Это новый рецепт, что ли? В смысле новый. Я так делаю. Мне так нравится. Да. Можно добавить немного. Ну, половинку, например. И вот цвет у борща будет более насыщенный. И вкус будет тоже более таким насыщенным. Таким овощным. Ну, вкусным. Вкусным. Реально. Ну, вкус бульона вы не переживайте, если у вас хороший бульон не перебьет. Во вкусных привычках что я купил? Доставай. Здесь у нас круассаны для любимой. Как вам маникюр, кстати? Маникюр для медиков. Так, тут у нас один, как ты любишь, сыр груша, по-моему, шоколад и малина. Печеньки, я простила. Печеньки творожные, это лисюшки, наверное, не знаю. Это вот очень вкусные печенья, прям мягенькие такие. И вот полезные печеньки. Это гречневые, это я ем полезные. Купил горох, вот молодой, пока он ест. Мы в прошлый раз съели вот такой же пакет, просто на троих сточили вообще за один вечер. За один присест какой вечер. Яички вот такие вот. Томаты, лимоны, чеснок молодой. Он так вкусно пахнет, вообще классно. Я, наверное, завтра что-нибудь в казане приготовлю. Ну, перчик болгарский, это тоже для казана я купил. Один вот такой взял перчик для казана. Так что все перемоем и обработаем с полом. Так, хурма. Хурма, несмотря на то, что твердая, она такая капец вкусная. Обожаю ее, эту хурму. И гранаты. Ну, гранаты у нас вообще девчонки любят, с удовольствием едят. Алиса съедает один гранат в день. Это вот прям точно. Вот прям вот миллион процентов. Бывает и по два лупит. Но как бы я, конечно, не приветствую, чтобы она ела по два граната за день. Дождик еще не кончился совсем. Но, тем не менее, он стих. И поэтому я все-таки приготовлю свою рыбу на мангале. Вот только закончился дождь. Все, уже больше не моросит. Сразу птички повылазили, защебетали. Красота. Ну, смотрите, какие у нас угли. Они такие еще пока красные. Сейчас белым пеплом вот все покроются. И все, и готово. Можно уже ставить нашу рыбу. Не успел поставить с одной стороны, уже поджарилось. Когда маринуете в соевом соусе, рыба у вас готовится очень быстро. Ну, мне уже кажется, что мои стейки готовы. Вы на цвет не смотрите, потому что такой цвет стейкам дал именно соевый соус. Главное, чтобы он пропекся внутри, этот стейк. Но мне кажется, что мои стейки уже готовы. Итак, пришло время попробовать, что у меня получилось. Класс. Очень вкусно. Здорово. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Но кто еще не ел такую рыбку, обязательно попробуйте. Получается очень быстро и очень вкусно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, ребята. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok